Всем привет! Меня зовут Саша и вы на канале Посылка из Китая. В комментариях на предыдущей распаковке меня попросили более подробно рассказать про эту колоночку, а точнее попросили узнать, как на ней работает FM-приемник. Да, на самом деле, действительно, немножко геморройная у неё штуковина этот FM-приемник, не так, как на обычном телефоне или на стационарном каком-то магнитофоне, на радио. То есть здесь надо было немножко заморочиться. Я это решил и сейчас покажу, как. В комплекте у нас шла стандартная вот эта колоночка X3Y, по-моему, насколько я помню, или X3S. И вот этот вот зарядный шнурок, он же является антенкой. Антенка вставляется USB-AUX, подключается. The Bluetooth device is ready to play. После включения кнопки у вас сразу активируется Bluetooth-режим. То есть подключаете на телефон или подключаете на MP3-плеер какой-нибудь с Bluetooth-ом и можете слушать через неё. Кнопки на Bluetooth-колонке имеют функцию двойного назначения. То есть, допустим, первая кнопка переключает функции, также, если мы её удерживаем, у нас меняется ритм и скорость цветовых индикаторов. То есть можно его практически выключить, оставить вот только в углу, чтобы экономить батарею. Если нажимаете быстро, то вы переключаете с Bluetooth на FM-приёмник или на флешку. Эти кнопки, центральные, отвечают за переключение трека, если у вас включён Bluetooth или вставлена флешка. Также переключает ручное управление волнами на FM-приёмнике. Если вы кнопку удерживаете, у вас увеличивается или уменьшается громкость на самой колонке. Это кнопка Play, Пауза. И если вы находитесь в режиме FM-приёмника, нажав эту кнопку, у вас Bluetooth-колонка начинает искать волну. Давайте перейдём в радиомод. Вот зажимаем кнопку громкости и вы слышите, что колонка начинает жутко громко хрипеть. Один раз на эту и вы видите моргание синего диода в углу колонки. Как только станция находится, диод перестаёт моргать буквально на одну секунду. Вам нужно сразу же станцию зафиксировать, нажав опять на эту кнопку. Стандартный провод, он же антенна, не позволяет найти качественный сигнал колонки. Либо вы его берёте в руку и вы становитесь сами как антенна. Я нашёл более лёгкий выход из положения. Если же у вас этого провода нет, то вам придётся заморочиться, взять какой-нибудь дополнительный кусок проволоки, антенну, что-то. Потому что этот проводок не будет нормально ловить вам сигналы. Подключайте. Ну вот и всё, что я хотел рассказать по этой блютуз колонке. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. А я с вами прощаюсь. Пока.